Добро пожаловать на мой канал! И я заказала, как обычно, на свои деньги всё, что мне нужно, лично для меня. Итак, давайте не будем затягивать время. Я заказала два очередных вот таких вот геля. Лично для меня вот этот вот гель для душа, турецкая ривьера называется, очень понравился, потому что аромат просто обалденный. Пахнет одновременно и чем-то морским, и сосной, ёлкой, чем-то вот таким вот свежим. Но здесь написано морской бриз и зелёные сосны. Да-да, действительно, пахнет просто великолепно. Мне очень понравилось. Здесь, значит, 310 мл. Значит, подарите своей коже ощущение свежести, комфорта на весь день. Классный гель для душа. Думаю, что повторю ещё не один раз. А вот второй гель для душа называется «Райские острова». Я не пробовала им мыться, но уже, вот, ну, он мне не очень-то понравился. Но, конечно, мне кажется, аромат на любителя. Не знаю, буду повторять или нет, но вот первый гель мне очень понравился. И ещё раз повторила вот такую вот шампунь из серии «Биоарктик». Вернее, не повторила. Я такую шампунь уже брала, но для жирных, по-моему, и нормальных волос. А это шампунь объём для тонких и ослабленных волос. У меня как раз такие тонкие, ослабленные волосы и жирные. И, в общем, всё вперемешку. Здесь написано «С экстрактом полярного мака». Я взяла два шампуня, потому что бальзамы у меня ещё есть. Вы знаете, первый раз в жизни у меня вот из этой серии остаётся бальзам. То есть, если я покупаю шампунь и бальзам сразу, у меня сразу заканчивается бальзам. А здесь всё наоборот. Закончился шампунь, но бальзамы остались. Это для меня было, конечно, просто шоком. Бальзамы отличные, шампуни отличные. Я сегодня помыла голову вот этим вот шампунем. Ну, я не знаю, у меня на волосах как такового объёма никогда не бывает, пока не сделаешь начёс. Поэтому... Мне понравилось. Никакого раздражения, никакой перхоти, ничего. Супер! Вот эти два шампуня мне обошлись. Я вот сейчас смотрю по чеку. Два шампуня обошлись в 94 рубля. Я считаю, что это просто отличная цена для таких шампуней. Ещё буду брать. Следующее, что я заказала, наконец-то я добралась до жидкого мыла для рук. Серии Beauty Cafe с ароматом спелой смородины. Аромат просто бомбезный, девочки. Такой спелой смородины я ещё не нюхала. Очень классный аромат. Понравилось, значит, и мужу, и сыну. Просто супер! И цена очень бюджетная. Буду брать ещё. Мне очень понравилось. А, ещё, извините, пожалуйста, я забыла сказать вам артикулы. Артикулы шампуня 84,76. А артикул жидкого мыла 21,33. Присмотритесь. Итак, следующее, что я заказала, это был вот такой вот гель для умывания. Из серии Этноботаника. По-моему, из серии 20+. Свежесть и сияние написано. Голубой лотос, ягоды Асайи, масло Макадамия. Вы знаете, единственное, что мне не понравилось, это упаковка. Потому что гель нужно раскручивать. Вот так вот. Пахнет. Пахнет. Нераздражающе, так нормально. Но вот эта вот крышечка мне не понравилась. Я думаю, что я его перелью в какой-нибудь удобный флакончик с дозатором и буду использовать. А так гель, конечно же, очень такой приятный. Я им уже умывалась. По-моему, два раза умывалась. Ничего не стягивает. Хорошо удаляет загрязнение с лица. Но, девочки, я не пробовала этим гелем удалять макияж с глаз, с губ. Я просто умывалась им, вот, когда у меня на лице не было макияжа. Просто мне нужно было очистить кожу от кожного сала, от пыли и от крема. От остатков крема. Поэтому ничего не могу сказать про его вот эти вот свойства, да. Но так вот очень даже приятный гель и цена очень бюджетная. Артикул 08.20. Следующее, что я заказала, заказала для мужа два вот таких вот средства. Это прозрачный гель для бритья и умывания. Он сегодня уже воспользовался ими. Сказал, что ему понравилось. И аромат такой, знаете, нейтральный. И есть освежающий эффект. Гелем он, значит, побрился и нанёс кислородный бальзам после бритья. Кислородный бальзам тоже ему понравился. Ну, я, конечно, очень рада, что ему понравилось. И стоит, конечно, очень даже бюджетно. Не знаю, если ещё раз попросят, я ему, конечно же, закажу. Артикул геля для бритья 05.27. И артикул кислородного бальзама после бритья 05.26. И, кстати, вот этот вот кислородный бальзам после бритья написано, что замедляет рост волос. Вот. Посмотрим. Следующее, то, что мне очень понравилось, я заказала вот такой вот очищающий тоник для всех типов кожи из серии Вербена. Написано против возрастных изменений. Как ни странно, но вот этот вот продукт мне очень даже понравился. Пахнет просто, вот для меня лично, пахнет вот каким-то лаймом. Свежим лаймом. Это, конечно, просто. Я наносила этот тоник уже пару раз. Хорошо удаляет остатки макияжа с лица. Не стягивает, увлажняет. Не раздражает мою кожу. Очень приятно пахнет. Вы знаете, девочки, я, наверное, закажу еще раз. Потому что вот в следующем каталоге, в 15-м, здесь есть такая акция. Сейчас я для вас найду, даже не поленюсь. Вот, смотрите. Здесь есть такая акция. Написано, набор, значит, набор тоника плюс гель для умывания всего за 119 рублей. Вот на этой странице, на 55-й странице. Обратите внимание. Я как раз возьму и гель для умывания, и тоник еще. Просто супер. Я уже присмотрела. Мне очень понравилось. Я даже просто не ожидала, потому что цена была... Там, ну, копейки, просто копейки. Обычно я беру тоники, вот такие вот для сухой кожи, чтобы увлажняло, для чувствительной кожи. Потому что, если мне какой-нибудь компонент не подходит для моей кожи, я протираю лицо, и у меня появляются такие красные пятна, зудящие. А от этого нет. Мне прям очень понравилось. Так, артикул 08-01. Присмотритесь, девочки. А написано, по-моему, плюс 30. Возраст плюс 30. Как раз на мой возраст класс. Итак, следующее, что я заказала. Хотела заказать мой любимый аромат из Фаберлик Бьюти Кафе, но его не оказалось на складе. А у меня была скидка в 55% на любой аромат из каталога. Поэтому я просто-напросто на бум, девочки, на бум, выбрала вот эту вот воду туалетную. Называется Каори. Сейчас я вам покажу флакончик. Флакончик мне очень понравился. Он такой женственный. Вот так вот он выглядит. Посмотрите. Внутри такая приятная розовая водичка. Мне очень понравился флакон. Дозатор хороший. Я, значит, получила этот аромат. Нанесла вот так вот на руку. Растерла. И понюхала. Первое впечатление я подумала. О, Боже! Что это такое? Потому что первые ноты, знаете, такие вот какие-то мыльные. Как будто пахнет порошком. Но порошком пахнет не таким вот, таким неприятным. А очень даже приятным. И, значит, брызнула, отставила и пошла по своим делам. Через некоторое время, девочки, через минут 20, я как-то вот провела рукой и почувствовала такой вот приятный-приятный аромат какой-то вот древесины плюс вишни, какого-то компота вишневого. Я вот не умею описывать ароматы, но мне понравилось. Девочки, просто вот можно, да, взять, набрызгать на себя, пока ходишь дома минут 20, пока ты собираешься, значит, накладываешь макияж, штукатурку. И этот аромат чуть-чуть как-то вот на тебе раскрывается. Появляются новые нотки, и, девочки, он мне понравился. Я не пожалела. Значит, скидка была 55%, а этот аромат стоил 699 рублей. Он мне обошелся просто в копейки. Девочки, 300 с чем-то рублей. Я считаю, что мне очень повезло, но он мне нравится. И, кстати, муж тоже обратил внимание, я вот когда его приобняла, он так принюхался, такой говорит, о, как приятно пахнет. И я сказала, что у меня новая водичка. Классно. Значит, артикул у этой воды 3108. Итак, я заказала вот такой вот блеск для губ. Девочки, оформление просто классное. Кстати, я уже наподобие видела оформление. У какой-то марки, не помню. То ли Домини, то ли еще что-то. Это была новинка 14-го каталога. Вот как она выглядит. Блеск для губ. Волна цвета называется. У меня цвет, сейчас я вам скажу, теплое какао. На самом деле, очень приятный оттенок. Артикул, я сейчас скажу, 45-18. Стоил этот блеск для губ в каталоге 199 рублей. Я его сразу же заказала, потому что, во-первых, мне понравилось оформление. Как вы считаете? Мне кажется, просто классно. Итак, здесь вы не пугайтесь. Здесь обычный спонжик. Сейчас я вам покажу поближе спонжик. Вот так вот выглядит этот спонжик. Он очень удобный, я хочу вам сказать. Посмотрите. Это даже похоже не то, что на блеск. Это похоже на жидкую губную помаду. Девочки, просто классно. Мне очень понравилось. Девочки, пахнет какао. Лично для меня. Я его уже наносила. Мне понравилось. В меру липкий. Можно сказать, даже не липкий. Дает глянцевый блеск. Держится на моих губах около двух часов. Итак, следующее, что я выписала, это был вот такой вот карандаш для губ из серии Secret Story. Артикул у этого карандаша 43,29 и цвет называется сливочно-натуральный. В 14 каталоге он стоил всего 119 рублей по каталогу. Поэтому я решила его купить. А так, обычная цена у него, конечно, дороговата. Что-то, по-моему, 280 рублей. Но за 280 я его как-то не решалась купить. Поэтому пока скидки были, я купила. И, девочки, я чуть-чуть прогадала с цветом, потому что я выбирала этот карандаш вот под этот блеск. Но чуть-чуть прогадала, потому что вот этот вот карандаш он отдает в такую вот рыжинку. Сейчас я вам покажу свотч. Вот, видите, он чуть-чуть рыжеватый такой. Но, девочки, как он наносится, это просто классно. Очень хорошее нанесение, очень мягкое нанесение, а стойкость у него просто отпадная. Он у меня продержался на губах, пока я его сама не стерла. Классно! Я думаю, что еще повторю какой-нибудь другой цвет. Мне очень понравился этот карандаш. Итак, следующее, что я заказала... Та-дам-та-дам! Это были тени-двушки. Двухцветные тени для век пленительный дуэт. Как вы уже знаете, что вот эти вот двухцветные тени мне очень нравятся. Этот цвет называется Дары осени. И артикул у него 54-27. Качество этих теней меня вполне устраивает. Вот этот вот золотистый оттенок, сейчас он у меня на веках. Посмотрите. И вот этот вот шоколадный оттенок просто классно пигментирован. Он отлично растушевывается. Кстати, вот этот золотистый оттенок практически не сыпется. Наношу я его кистью. Поэтому я довольная, как слон. Мне нравятся эти тени. По-моему, у меня или третья, или четвёртая палетка. Последнее, что я заказала из 14-го каталога, это была вот такая вот губная помада. Эта губная помада ассоциируется как увлажняющая. Было написано увлажнение до 8 часов, губная помада CC. Артикул у неё 4575 называется «Ягодный соблазн». Я эту губную помаду видела у Виктории. Привет, Виктория! И она её очень хвалила. Поэтому я решила её заказать. Сейчас она у меня на губах, кстати. Вот так выглядит эта губная помада. Вы знаете, когда я её открыла, я подумала, о боже, какой яркий цвет. Но нет, девочки. Когда наносишь на губы, даже вот с карандашом, она совершенно неяркая. Очень мягко ложится. Очень приятная на губах. Действительно увлажняет. Сейчас я вам покажу сводч на руке поближе. В общем, в общем, мне губная помада очень понравилась. Она очень приятная. Посмотрите. Она совершенно неяркая. Такая, знаете, отдаёт в такой вот ягодный цвет. В общем, я довольна своей покупкой. Губная помада мне очень понравилась. Ну вот и всё, мои дорогие зрители. На этом мой заказ Фаберлик по 14 каталогу закончился. Спасибо, что вы просмотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. До скорой встречи!